В США забанили Huawei и лишили андроида, поэтому компания хочет выпустить свою ОС очень скоро. Китайцы нацелены на анонс к осени. Почему? Чтобы успеть к выпуску новой линейки Huawei Mate 30 Pro и не пропустить осенний цикл продаж. Это очень важно. Получится ли? В этом видео посмотрим на саму операционку и разберемся, что происходит вокруг нее. Это Droidershow, с вами Борис Витенский. Погнали! На днях китайское издание CNMO опубликовало скриншоты замены андроида от Huawei. И не то чтобы, в общем, не строить завышенные ожидания, выглядит оно вот так. Ну, в смысле скриншот. Казалось бы, тут ничего особенного, обычный интерфейс настроек. Но почему нам важен этот скриншот? Во-первых, тут можно увидеть надпись Android Green Alliance. Что это значит? Это не имеет никакого отношения к Google. Это объединение китайских компаний Huawei, Alibaba, Baidu, Tencent и других с целью разработки единого стандарта Android приложений. Иными словами, это значит, что конкретно это приложение, в данном случае Погода, создана под Android. Но работает оно на операционке от Huawei. А самое главное, на центральном скриншоте мы видим экран установки этого приложения. Вероятно, на этот смартфон скачали АПК-файл и установили приложение таким образом, а не из магазина. И это подтверждает то, что Huawei все-таки выпустит новую систему с новым ядром, а не возьмет бесплатный Android Open Source Project и запилит на него свой EMUI. Кстати, называться системой, скорее всего, будет ArcOS. Такое товарное имя Huawei недавно зарегистрировал в Европе. Название Hongman OS, видимо, останется только в Китае. К счастью. Так вот, почему мы уделяем этому столько внимания? Вот еще одна свежая новость. По связям в Financial Times, Google не шибко доволен тем, что его заставили блокировать Huawei и готовят апелляцию к администрации Дональда Трампа. Дальше еще интереснее. Google называет основной причиной отмены блокады угрозу национальной безопасности США. Google считает, что Huawei создаст альтернативную версию Android, и это каким-то образом будет небезопасно. Больше подробностей нет, и что именно имеет в виду Google мы не знаем, но мы видим, что, скорее всего, Huawei создает операционку на собственном Linux-ядре, которую втихаря готовили с 2012 года. Это будет вовсе не Android. Да и зачем было бы рисковать и делать даже ее на открытом Android Open Source Project, если и до него американцы в теории могут дотянуться, если захотят. К тому же, как обещает Huawei, OS будет кроссплатформенной и сможет работать, например, на ноутбуках. А делать OS для компов на базе Android китайцы, конечно, порой ребята отбитые, но не настолько же. Хотя жмите лайк, подписку и колокольчик, если бы вы на такое посмотрели. Я бы посмотрел. И видос запилил бы. Короче, что-то мне подсказывает, что Google беспокоит вовсе не национальная безопасность Соединенных Штатов. А в реальности дело вот в чем. Если кто и может сейчас создать альтернативную третью крупную мобильную операционку, так это, конечно, Huawei. Компания со стабильными продажами в Китае, которая ставит на смартфоны уже сильно переработанный Android со своей оболочкой, которая сама выпускает смартфоны, весьма успешные и к тому же просто богатые. А дальше вот что происходит. Если у Huawei получится с новой операционкой, то китайцы смогут пересадить на эту ось и других вендоров, в принципе. А дальше ARKUS на некоторых рынках полностью заменяет американские операционки, а на некоторых будет сильно конкурировать с Android и Windows. По сути, санкции США создали Huawei стимул реализовать проект, на который они сами вряд ли бы решились. Но это если все получится. На самом деле, велики шансы, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет. И вот почему. Это все уже говорено много раз, но, повторю, главная проблема, конечно же, наличие приложений. Даже если Huawei удастся сделать ось привлекательной для разработчиков, американские компании вряд ли получат право сотрудничать. А это значит, что Instagram, WhatsApp, Uber, Twitter и еще куча всего не появятся в этом магазине. Я уж не говорю про сервисы и приложения от Google. Правда, тут есть одна надежда. В мае сообщалось о переговорах Huawei с португальским альтернативным магазином приложений AppToy. Он весьма крупный и не исключено, что он может стать посредником. А может быть, даже Huawei придумает какую-нибудь неофициальную утилитку, через которую можно будет поставить американский софт. Другой, еще более важный момент. Как убедить пользователей перейти на новую неведомую ось и сделать это максимально плавно и незаметно и комфортно? И теперь мы еще раз посмотрим на утекшие скриншоты. И на аналогичные пункты меню на моем Huawei P30 Pro. За исключением расположения элементов и темы оформления, все примерно то же самое. Даже иконка приложеньки та же самая. То есть, получается, Huawei готовит достаточно интересную смесь. Внешне это будет почти полное продолжение EMUI, а под капотом нечто совершенно иное. Но даже если с операционкой проблемы решатся, остается вопрос девайсов. А тут, честно говоря, полная засада. Мы знаем, что Intel, Qualcomm, ARM и многие другие компании прекратили сотрудничество с Huawei. А на прошлой неделе контрактный производитель устройств Foxconn приостановил линии сборки смартфонов Huawei. И на текущий момент ситуация выглядит как просто полная фиаско. Но на самом деле в устройствах и сильная сторона Huawei. Потому что это одна из немногих компаний, которые сейчас реально представляют новые решения в разных сферах смартфоностроения. То, что они делают с камерой, с дизайном, придумывают новый стандарт для карты MT и так далее. В общем, все это круто. И это конкретные преимущества для конкретных пользователей. И это может стать драйвером продаж и, как следствие, переходов на сомнительную для многих новую ОС. В общем, что будет дальше? В мае Дональд Трамп сказал, что Huawei может стать частью торговой сделки с Китаем. Что это значит? Что жесткий бан Huawei это усиление переговорной позиции для США. Типа, смотрите, как мы можем. А теперь давайте поговорим. И до чего договорятся в итоге пока не ясно. Но вариантов развития примерно два. Трамп договаривается с Китаем и Huawei возвращают кормушки. Либо все остается как есть на данную минуту и нас ждут новые гаджеты на новой операционке. И знаете, мне даже второй вариант как-то интересней. Потому что, ну, конкуренция, если получится, будет круто. Huawei собирается представить ARC-OS уже в третьем квартале этого года. По слухам, это может быть 22 сентября. Причем наверняка это случится вместе с презентацией новой линейки Mate 30. Более того, я думаю, что какие-то существенные подробности об операционке должны появиться уже в августе. Потому что 19 августа это решающий день. Именно тогда истекает срок официальной поддержки Huawei со стороны Google и Android. И надо будет как-то ответить на этот имиджевый удар. Такие дела. В общем, пишите в комментариях, готовы ли вы купить смартфон на новой операционке без предустановленного YouTube. И я не говорю сейчас про iOS 13. А у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал, потому что подробности совершенно точно будут. Я об этом только что сказал. И мы об этом расскажем прямо здесь. Это Droider. С вами был Борис Веденский. Спасибо, что посмотрели. Droider Show. Влепите лайк, если было интересно. Жмите колокольчик. И увидимся совсем скоро. До встречи в будущем. Еще напишите в комментариях, вам нравится вот эта рамочка, которую мы сперли у канала Verge и розетки. Так классно, когда есть титры и что-то мелькает.